Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели в студии Натальи Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Мир начинается с мамы. В Люберецком дворце культуры прошел концерт в честь Дня матери. В Марусине состоялась встреча Владимира Ружицкого с жителями округа. Содержание Новоризанского шоссе проверили инспекторы госадом технадзора. В общественном транспорте, как в собственном автомобиле, предприятие Мострансавта запустило новые автобусы. Со льдом шутки плохи. Красковским школьникам рассказали о правилах поведения в период ледостава. Большая премьера в маленьком театре. Люберецким зрителям показали золушку. День матери в этом году отмечается 26 ноября. В канон праздника Люберецких мам и бабушек поздравили в торжественной атмосфере. Многодетных матерей округа юбиляров семейной жизни отметили наградами. Концерт прошел во Дворце культуры. Самый трогательный и душевный праздник – День матери. В Люберецком ТК собрал в основном представителей женского пола и тех, кто гордо носит звание «мама». Для работницы Томилинского детского сада Юлии Жулевой это призвание. Воспитывает детей на работе и дома. Своих у нее пятеро. Я просто сама из многодетной семьи. Всем желаю мамочкам, девочкам, которые будут будущим мамами, чтобы не боялись. На самом деле это несложно. Я считаю, если бы у меня была возможность, я проделала бы еще, конечно же, да. Ну, рожайте. Дети – это прекрасно. Из рук главы на праздники вместе со своей семьей Юлия получила благодарственное письмо. Она стала первой люперчанкой, ставшей победительницей конкурса «Мамы Подмосковья». На этот раз награжденными за свои заслуги стали семь отличившихся матерей. Со сцены также поздравляли бабушек и юбиляров семейной жизни. Я искренне желаю каждой женщине, чтобы рядом было надежное мужское плечо, потому что это тоже очень важно и тоже, наверное, главное. И пусть ваши дети будут благодарны вам, что вы у них есть. И будьте у них как можно дольше. Конечно, в современном мире сложно совмещать работу, дом и семью. Но на то они и мамы, чтобы все успевать. Тому пример члены сообщества «Мама офлайн». Для них материнство – не повод сидеть сложа руки. Когда ты стал мамой, у тебя открываются двери в новую жизнь. У меня пример множества мам, которые реализовали себя, именно став мамами. И придя в мир материнства, ты можешь уже реализовать себя где-то с творческой стороны. То, где вот эти вот задатки были внутри тебя, они всплывают наружу. В этот день со сцены звучали теплые слова. Не менее сердечными были и выступления творческих коллективов городского округа. В то же время в холле можно было раскрыть свои потаенные таланты. Муниципальные организации провели там тематические мастер-классы по рукоделию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На этот раз она прошла в деревне Марусино. Вначале глава муниципалитета рассказал собравшимся об итогах работ по ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий, а также оптимизации маршрутов общественного транспорта. После поговорили о проблемах ЖКХ, обсудили состояние дорог в округе. На этот раз жители особо волновало качество воды в Марусине, работа местных управляющих компаний, а также отсутствие в деревне освещения и вопросы безопасности. Натара, передайте, пожалуйста. Аня, это наши фишки. Это об отвратительном качестве холодной воды и горячей воды, то, что у нас есть. Все наши письма о том, что вода ненадлежащего качества, она ужасная, совершенно игнорированы. Мероприятия на следующий год запланированы по замене трубопроводов, которые есть в старом состоянии. Мы проведем комиссионное обследование, чтобы Люберецкий водоканал взял пробы, для того, чтобы конструктивно в следующий раз вам предоставить. Давайте так договоримся. Значит, надо понять, что делать, план мероприятий по этой теме. Значит, вы управляющая компания, а почему не занимаетесь? На этой встрече главы округа с жителями о качестве воды в деревне Марусина говорили очень много. Этому вопросу была посвящена львиная доля времени. Кроме того, жители жаловались и на температуру воды, и на отсутствие света, интернета, и на освещение во дворах, и на плохие тротуары. Они вообще были недовольны работой местных управляющих компаний. Владимир Ужецкий пообещал провести проверку деятельности организации и проконтролировать дальнейшее, надлежащее выполнение ими своих обязанностей. Вы должны понимать, и мы ставим задачу, что всё, что происходит в доме, должна ситуацией владеть управляющей компанией. Раз. Ситуации должны владеть участковые. Это два. Вопросы безопасности на территории Марусина тоже крайне волновали собравшихся. Люди жаловались на большое количество наркоманов и социальных элементов и выражали опасения за собственное здоровье и жизнь. На территории Люберецкого района дополнительно будут открыты ещё четыре участковых пункта полиции. В том числе ожидается в ближайшее время открытие участкового пункта в Марусино. В течение первого квартала 2018 года. Будет несколько участковых. Там, помимо всего прочего, то, что будут находиться участковые полномочия, и будут находиться ещё сотрудники патрульно-постовой службы. Ещё один блок вопросов, который поднимали на встрече, был связан с состоянием экологии в Марусине. Многих собравшихся эта тема беспокоила больше всего. Я живу в Сентяново-Марусино. Это как раз в середине деревни Марусино. У нас невозможно открыть окна. Сейчас застраиваются дома. Вот есть многодетные мамы и так далее. Дети начинают болеть астмой постоянно. Когда включается эта труба, я вам серьёзно говорю, идёт белый дым, есть видео. Оно отправлялось неоднократно. Это труба и дома. Штраф. Повышенный штраф. И решение суда по остановке деятельности этих предприятий. Они все в списке в Росприроднадзоре. Также жители Марусина выражали недовольство транспортным сообщением деревни с другими населёнными пунктами. Обратили внимание на недостаток мест в детских садах. Жаловались на состояние детских и придомовых территорий. Все вопросы, по словам Владимира Ружицкого, включены в работу и взяты под личный контроль. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. В Люберцах прошёл рейд по надзору за содержанием Новорязанского шоссе. В нём приняли участие представители Госадомтехнадзора, ГИБДД дорожных организаций, которые обслуживают федеральную трассу, а также сотрудники окружной администрации. Такие рейды проводятся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В комиссию по инспекции трассы М5 Урал вошли руководитель Госадомтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий, а также сотрудники местной администрации и представители ГИБДД. Первое, что смутило участников проверки, состояние обочины на 8-м километре Новорязанского шоссе вблизи Надемного перехода. Факты о наличии сухостойных деревьев инспекторы занесли в протокол. Замечания по содержанию территории возникли и на других отдельных участках трассы. Есть несанкционированные свалки, причём это несанкционированные свалки строительного мусора, в ужасном состоянии заборы, которые находятся в полосе отвода дорог и вообще в полосе видимости. Состояние магистралей, ведущих от центра города за его пределы, складывает общее впечатление о регионе. Работа по приведению в порядок визуально-художественного облика Новорязанки проводится в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу. В этом направлении будут располагаться тренировочные площадки. Надо отметить, что проведена достаточно хорошая работа по информационно-рекламным конструкциям, по вывескам. Нет баннеров, так называемого визуального мусора. Это всё убрали. Устранить недочёты придётся двум муниципальным образованиям – Люберцам и Раменскому. Для этого составят специальную дорожную карту. Следить за ходом выполнения работ будут территориальные инспекторы Госадомтехнадзора. Вопросы есть. И вопросы такие, которые требуют и времени, и затрат. Но они все нам под силу. И мы с состоянием справиться. Первостепенно это уборка мусора. Есть и навалы мусора, и кронирование деревьев. Во время рейда были установлены сроки выполнения работ. Состояние территории Новорязанского шоссе необходимо улучшить до апреля следующего года. 10 новых комфортабельных автобусов поступили в Люберецкий филиал МОС «Трансавто». Пять из них уже курсируют по маршрутам около месяца. Остальные пять совершили свой первый рейс на днях. Добавлю, обновление автопарка проходит в рамках первого этапа поставок транспортных средств у программы правительства Московской области. Добрый путь! Поехали! Евгений Дапин, водитель с 30-летним стажем в Люберецкой автоколонии номер 1787, работает пять лет. Шесть дней в неделю по десять часов. С таким графиком очень важно, чтобы рабочее место местоводителям было удобным. Очень удобный, комфортабельный автобус. Удобства для водителя в принципе все есть. По евростандарту имеется климат-контроль, очень мягкое, плавное движение. Коробка автомат, да, это очень важный элемент. Но сейчас они присутствуют на всех современных автобусах, в том числе и на этом. Кроме того, новые автобусы оборудованы системой климат-контроля, информирования пассажиров, а также навигацией. Это автобусы большой вместимости с мягким салоном, 47 посадочных мест, которые представляют собой, ну, новое, наверное, поколение автобусов, да, предусловленное для перевозки маломобильных пассажиров. Существует в автобусе место, специализированное для перевозки колясок, вот, а также специализированная система для входа и выхода пассажиров. Одним словом, в этих автобусах есть все, чтобы поездка стала приятной и комфортной. Их сегодня в этом убедились и сами пассажиры. Чтение первое, это, конечно, удобное очень кресло, не сравнить с теми, на чем я ездила. Вот, потом, конечно, мне кажется, что он больше по габаритам, такой светлый. Новые автобусы будут курсировать по 501 маршруту от метро Увыхина до Таможенной Академии. На одном из них вместе с сотрудниками Мострансавта и представителями СМИ прокатился и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Поездкой остался доволен. С сумкой, с коляской, с ребенком в маленький автобус не войдешь. Нужны вот такие автобусы. Поэтому я думаю, что мы автоколонну общими усилиями будем развивать, транспорт будем пополнять. К марту 2018 года в Люберецкий филиал поступят еще 34 автобуса. В общей сложности к весне и ряды Мострансавта пополнят 1758 подвижных составов. Добавлю, в предприятии уже переданы более 260 единиц техники. Они распределены по наиболее загруженным маршрутам Подмосковья. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Ремонтные работы в бывшем доме офицеров завершат к 31 декабря. В здании уже запущено тепло и проложены инженерные коммуникации. А помещение музыкальной школы готово под чистовую отделку. На минувшей неделе глава округа Владимир Ружицкий проверил, как подрядная организация справляется со своей задачей. Новая строительная компания, которая занялась капитальным ремонтом дома офицеров, приступила к работе 9 сентября. За это время подрядчики полностью заменили в здании окна, а также отштукатурили стены. Кроме того, по словам руководителя проекта реконструкции, на объекте завершена работа по подготовке полов к укладке линолеума и паркета. По плану у нас работы должны быть закончены 31 декабря. Мы, по крайней мере, стараемся сделать все, что от нас зависит. Мы работаем здесь с 8 часов утра до 10 вечера. И есть возможность, что, скорее всего, придется нам и в две смены работать, потому что объем очень большой. Размер здания действительно внушительный. Длина – 200 метров, площадь – порядка 8 тысяч квадратных метров. После реконструкции здесь расположится Центр культуры и отдыха, помещение для работы сотрудников Следственного комитета, а также Совета ветеранов. А в отдельном крыле здания разместится музыкальная школа. Сейчас там проводят электромонтажные работы, после чего приступят к чистовой отделке. Владимир Ружицкий встретился с дольщиками ЖК «Грин-Сити». Глава городского округа Люберца пообещал сделать все возможное, чтобы к 25 декабря люди получили ключи от квартир. Кроме того, он ответил на все возникшие в ходе встречи вопросы. Также дольщики смогли войти в свои квартиры и оценить ход ремонтных работ. Татьяна Новикова уже знает, как будет выглядеть ее квартира. Вместе с мужем они купили ее около четырех лет назад. За это время супруги были здесь всего два раза, но Татьяна радуется даже этому. Где-то года два назад нас пускали смотреть. Я уже говорила, что трубы здесь все было, какими-то стояками все завалено было, батареи не было еще. Сдвиги видно, чистенько стало. Убрали все лишнее, батареи поставили, разводка. Сегодня дольщики многострадального ЖК «Грин-Сити» наконец-то попали внутрь дома. Люди ходили среди холодных бетонных блоков, разглядывали будущие квартиры и представляли, как будут получать от них ключи. Ведь это событие, по словам главы городского округа Люберца Владимира Ружицкого, не за горами. Физический дом мы 100% ставим задачу 20-25 декабря полностью застроить, полностью. Под ключ. Ставлю задачу, у нас тоже все необходимое мы делаем параллельно, чтобы все документы, которые касаются оформления собственности, значит, все процедуры, связанные с регистрационной палатой, выдачей вам ключей и документов, тоже произошло до Нового года. Напомним, история с ЖК «Грин-Сити» – это два 17-этажных дома – закрутилась в 2016 году, когда компания-застройщик, на протяжении четырех лет проводившая здесь ремонтные работы, внезапно их остановила. Около года дольщики боролись за свои метры, а этим летом финансирование объекта взяла на себя местная администрация. Количество квадратных метров, которые мы всегда забираем и даем бюджетникам, имею в виду учителям, медикам, ветеранам, погорельцам, участковым, мы эти метры сняли, перевернули их в деньги, это более 200 миллионов рублей, и за счет этого сегодня достраиваем. Каждую среду в 6 часов вечера на объекте проводится оперативное совещание. По словам Владимира Ружицкого, в нем могут принимать участие и сами дольщики. Мария Лапчева, Александр Богданов и Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Предотвращение возможных чрезвычайных ситуаций в период подготовки и проведения новогодних праздников обсудили в Люберецкой администрации. Представители различных ведомств и структур отчитались перед главой о своей готовности к возможным нештатным ситуациям. В период подготовки к праздничным мероприятиям уделят особое внимание готовности диспетчерских служб и аварийных бригад городского округа. Для них проведут дополнительные инструктажи, а также проверят наличие у них необходимого инвентаря для ликвидации нештатных ситуаций. О готовности объектов ЖКХ к праздничному периоду рассказал Александр Проваров. Организовать правослушное дежурство руководящего состава на период праздничных дней. Создание необходимого запаса передвижных электростанций. На подготовку графиков ответственных лиц и сведения о наличии резервных источников питания и на своевременное их представление и ДДС городского округа Люберцы предоставить информацию. Такой же важный вопрос, как и готовность объектов ЖКХ обеспечения пожарной безопасности в новогодний период. Так, отдел надзорной деятельности проведет комиссионное обследование объектов праздничных мероприятий, а во время проведения гуляний будет обеспечено дежурство люберецких пожарных. При проведении обследования будут проведены дополнительные инструктажи по пожарной безопасности с персоналом объектов, проверки рабоспособности системы автоматической противопожарной защиты, состояние пути эвакуации и первичных средств пожаротушения. Проверен порядок действий работников при возникновении чрезвычайной ситуации. Люберецкие пожарные, в свою очередь, к подготовке и проведению народных гуляний готовы. Во всех девяти частях пожарно-спасательного гарнизона техника исправна. Личный состав пройдет специальный инструктаж. В канун Нового года ведется усиленный вариант несения службы. Кроме того, спасатели позаботятся о безопасности на водных объектах. С началом ледостава и до его окончания органы местного самоуправления должны быть установлены информационные знаки о запрещении перехода по льду и выезда на лед транспортных средств. Особое внимание будет уделено профилактике происшествий на водоемах с участием детей. Будут проведены занятия, будем участвовать в школах по правилам безопасного поведения на воде в осенне-зимний период. Также на заседании КЧС о своей готовности отчитались представители медицины, образования, спорта и культуры. Что касается пиротехники, то официально ее можно будет приобрести в 10 торговых точках, пока этот список утверждается. Анна Троян, Никита Скраган и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Реконструкцию проспекта Победы в микрорайоне Красная Горка обсудили на совещании зловой округа Владимиром Ружицким и представителями подрядной организации. Основные пожелания касались увеличения числа парковочных мест и зеленых насаждений. При планировании проекта реконструкции проспекта Победы учитывалось в первую очередь мнение жителей, проживающих в ближайших домах. На обсуждение в Люберецкой администрации были подняты вопросы о создании параллельной парковки, благодаря которой увеличится количество мест, а также освещенности территории и едином стилистическом облике. Помимо этого были учтены пожелания относительно озеленения проспекта. Вдоль него планируется высадить насаждения и небольшие зеленые островки, а на пересечении проспектов Победы и Гагарина появится арт-объект в виде звезды. Как отметил Владимир Ружицкий, арт-объект будет многофункциональным. Например, в зимнее время он станет символичным дополнением к новогодней атмосфере. Проект реконструкции подготовлен специалистами мастерской по благоустройству территории при исследовательском институте градостроительства Московской области. Реконструкция проспекта Победы в микрорайоне Красная Горка городского округа Люберцы запланирована на 2018 год. Мария Антонова, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Мособлдуме прошли публичные слушания по бюджету региона на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Согласно проекту, наибольшее количество средств в следующем году будет направлено на финансирование социального блока. 70% от общего объема расходов бюджета, а это более 350 миллиардов рублей, решено направить на образование, а также на социальную политику. В частности, на строительство новых социальных объектов предусмотрено более 36 миллиардов рублей. На здравоохранение в два раза больше – 65 миллиардов. А на обеспечение образовательного процесса в школах и детских садах в следующем году направят 96 миллиардов. Всего доходы регионального бюджета в 2018 году составят 464,5 миллиардов рублей. Это на 4% больше, чем в 2017 году. А доходы на плановый период 2019-2020 годов значительно возрастут и составят 480,9 миллиардов и 506,2 миллиардов соответственно. На сегодняшний день в комитет по бюджету поступили, были обобщены и направлены к губернатору Московской области для получения заключения 32 замечания и предложения. На ближайшем, после указанного заключения на ближайшем социальном комитете мы планируем рассмотреть его. И по итогам рассмотрения рекомендовать Московской областной думе принять бюджет за основу. Пенсионерам и инвалидам получить помощь на дому стало проще. В июле этого года в Люберцах открылся некоммерческий центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию. В организации работают уже знакомые получателям специалисты из комплексного центра соцобслуживания населения. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Нина Ивановна не одинока, но тем не менее ее родные не могут оказывать ей должного внимания. В силу возраста и болезней женщине пришлось прибегнуть в помощи социального работника. С нетерпением всегда жду, как мана небесная. Ну а кого еще ждать-то? Больше некого. Дочка у меня на инвалидности, пенсионерка, за ней самый уход нужен. У внучки двухлетний ребенок. Поэтому, конечно, с нетерпением всегда жду прихода Любочки. На нее надежда. Любовь Курыпина приходит к Нине Ивановне два раза в неделю. За три года успели по-настоящему сдружиться. По дому, с документами и просто душевной беседой. Помогает, не щадя себя, отдаваясь полностью. На сегодняшний день таких подопечных у женщины 15 человек. Ну, как все сначала, с осторожностью относятся. Немного заказывали продуктов в аптеку вообще. А когда вот уже больше-больше с людьми общаешься, они больше начинают доверять. Каждый хочет внимания, потому что в основном они одни дома, хотят поговорить. А у нас сейчас многое, и мы не можем 20, но 30 минут мы можем с ними поговорить, не больше. Им, конечно, хочется больше внимания, больше общения. Люберецкое управление Центра оказания комплексных услуг обслуживает около 1300 людей, нуждающихся в уходе. Помощь на дому оказывает 86 социальных работников. Несмотря на то, что организация работает только с июля, все сотрудники не первый день в этом деле перешли в новый центр и знакомого многим – Кацесеона. Мы теперь стали отделением исключительно обслуживания на дому. В этом есть тоже большой смысл, потому что мы занимаемся теперь исключительно гражданами, которые полностью или частично утратили свою способность к самообслуживанию. И мы приходим к ним домой и помогаем им во всех сферах их жизни. Нуждающимся получить помощь социального работника на дому. Не стоит опасаться нововведений. Как и раньше, ухаживать за ними будут опытные люберецкие специалисты. Полностью его работа контролируется Министерством социального развития, и в том числе Люберецким управлением социальной защиты населения. Работает этот центр в соответствии с законодательством Московской области. Поэтому те граждане, которые у нас получали услуги бесплатно, они и дальше их получают бесплатно. Чтобы получить социального работника на дому, как и прежде, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения. Оно расположено на улице Мира, дом 7. После этого по решению специальной комиссии получателя направляют в новый центр по социальному обслуживанию. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Какими правами обладают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей? И куда можно обратиться, если эти права нарушены? Ответы на эти вопросы получили воспитанники и выпускники школы-интерната «Наш дом» в Томилене. В честь Всемирного дня ребенка для них провели круглый стол. Евгения Фомушкина в следующем году оканчивает школу-интернат «Наш дом». Как и всех выпускников, ее интересуют вопросы, связанные с предоставлением жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Я являюсь членом Совета выпускников Московской области детских домов. И выпускники каждый год к нам обращаются и спрашивают, и задают такие вопросы, какие я социальные гарантии имею при выпуске из детского дома. Для того, чтобы найти ответы на все вопросы и поделиться полезной информацией с другими, Евгения посетила круглый стол, организованный в честь праздника Всемирного дня правовой помощи детям. Девушка выяснила, что кроме предоставления квартиры и ежемесячных пособий, у детей данной категории есть преимущества при дальнейшем обучении и различные льготы по оплате услуг. Также они имеют право на получение денежных средств, на приобретение одежды, обуви и необходимых констоваров. А вот когда вы уже заканчиваете либо колледж, либо техникум, либо бус и становитесь выпускниками, приобретаете профессию, вот тогда вы получаете уже серьезную выплату. Это называется денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря. В размере для девушек 126 486 рублей, юноши получают чуть-чуть меньше, они получают 117 734 рубля. В ходе круглого стола воспитанникам и выпускникам школы-интерната рассказали не только об их правах, но и напомнили об обязанностях, в том числе в соблюдении Конституции и закона. В течение двух часов на вопросы отвечали квалифицированные юристы, представители правоохранительных органов, сотрудники управления образованием, а также специалисты управления соцзащиты. При возникновении тех или иных проблем, связанных с денежными выплатами или льготами, детям посоветовали немедленно обращаться в соответствующие инстанции. Луиза Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. В Люберцах почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий. По традиции акция прошла в храме Преображения Господня. На литию по погибшим пришли жители города вместе со своими детьми. Третье воскресенье ноября – Всероссийский день памяти жертв ДТП. В Люберецком храме Преображения Господня провели литию по погибшим, на которой собралось много неравнодушных людей. Начиная с 2005 года во всем мире, ищут память погибших, соболезнуют их родным и близким, а также напоминают людям о соблюдении правил дорожного движения. Если вы будете соблюдать правила дорожного движения, снижать заранее скорость перед пешеходными переходами, переходить проезжую часть только по правилам, то есть по пешеходным переходам, с соблюдением мер необходимой безопасности, плюс уважение всех участников дорожного движения друг к другу. Я думаю, что общими усилиями возможно сокращение того количества дорожных транспортных происшествий, которые мы имеем на сегодняшний день. Наравне с представителями правоохранительных органов агитировали людей быть внимательнее на дороге и дети – представители движения ЮИД «Радар». День грустный, слезы скорби, печальная утрата, о крайней осторожности напомним всем нам надо. И пусть не будет больше бессмысленных смертей, ведь правила движения – закон для всех людей, всегда, везде, повсюду. О том не забывайте. Погибших ДТП вы в церкви поминаете. В этом году в дорожно-транспортных происшествиях в Люберцах погибли 14 человек. Главная их причина наезд на пешехода – невнимательность водителя. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В Люберцах стартовал первый отборочный тур конкурса «Педагог года-2018». Торжественное открытие прошло в гимназии номер 16 «Интерес». На этом этапе участникам предстояло интересно представить себя и познакомиться с соперниками. Талантливых преподавателей городского округа узнавала лучше Анна Троян. И до конца года конкурс «Талантливых, одаренных и лучших». Конкурс, который уже более 25 лет дает возможность вырасти профессионально и творчески. Нина Бузуверова, выпускница Оксфорда, преподает английский в 16-й гимназии. Преданность любимому делу, уверена участница, поможет ей быть в числе лидеров. Потому что именно от детей ты чувствуешь ту отдачу, все те силы, которые ты в них вкладываешь и видишь результаты. И когда видишь, что у них горят глаза, что они к тебе бегут с распростертыми объятиями, ты понимаешь свою значимость. Всех новоиспеченных конкурсантов приветствовали лучшие педагоги Люберец разных лет. Их методики преподавания теперь используют и другие. С каждым годом интерес к конкурсу только растет. Вместе с тем повышается и конкуренция между участниками. На этот раз свое желание сразиться за звание лучшей изъявили 20 воспитателей и 25 учителей городского округа. Конкурс не только он профессиональный по своей сути, но он творческий. Он еще и призывает наших педагогов к тому, чтобы найти что-то новое в своей профессии, в своих методиках преподавания. Ну и, конечно же, надеемся на то, что мы свои мечты, которые на сегодняшний день имеем, нам удастся воплотить в жизнь. В день открытия конкурса педагогам предстояло представить на суд жюри свою визитную карточку. Рассказать о себе интересно и нетривиально. Отрадно видеть в составе участников мужчин. В этом году их четверо. Все они – учителя физкультуры. Юрий Исаев, к примеру, молодой специалист. Однако он точно знает, как привить детям любовь к спорту и здоровому образу жизни. Есть, безусловно, методика. Эти дети, которые помогают мне, которые участвуют сначала в спортивных мероприятиях, они перерастают потом в моих помощников. Это их мотивирует, участвует. За счет этого они участвуют во всех мероприятиях. Им это нравится. Следом за визитной карточкой в первом туре участникам предстоит провести открытые уроки. Как в своей школе, так и в образовательных учреждениях конкурентов. Каждому презентовать свою образовательную методику. Ну что ж, а впереди у участников несколько сложных этапов. В полуфинал пройдут по шесть педагогов в каждой номинации. Их имена станут известны в начале декабря. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Учащимся 56-й гимназии поселка Красково рассказали о правилах безопасного поведения на воде в период ледостава. Профилактическую беседу с детьми провели сотрудники МЧС. Также в рамках мероприятия на Красковском карьере состоялись спасательные учения. Соблюдать правила безопасности на водоемах необходимо не только летом в период купального сезона, но и во время заморозков, когда вода постепенно превращается в лед. Жертвами ледостава зачастую становятся дети, которые находятся на опасных объектах из-за любопытства или озорства. Для того, чтобы предупредить несчастные случаи на воде в зимний период, сотрудники МЧС регулярно проводят в образовательных учреждениях уроки безопасности. Необходимо запрокинуть голову, чтобы открыть дыхательные пути, а пути, ведущие в желудок, были прикрыты. Но перед тем, как оказывать первую медицинскую помощь, нужно спасти тонущего человека и суметь извлечь его из воды. Для того, чтобы показать наглядно, как это делают профессионалы, сотрудники МЧС провели учения на Красковском карьере. Попробовали себя в роли спасателей сами дети. Бросить утопающему конец Александрова оказалось не так просто. Старайся кидать левее. Ты пытаешься не ловить, ты возьми чуть левее и должен к нему прилететь. И посильней. Для того, чтобы извлечь пострадавшего из воды, можно также использовать любые подручные средства. Это могут быть шарфы, ремни, лыжные палки, впрочем, всё что угодно, за что может схватиться утопающий. Кроме нас, по безопасности на воде никто занятий не проводит, насколько я знаю. Там, если урок уже проходит, то у них, естественно, это проходит в каком-то определенном возрасте, в каком-то определенном классе. Мы стараемся охватить всех учащихся и всех школьников-дошкольников. В ближайшее время в столичном регионе ожидается похолодание и обильные снегопады. Сотрудники МЧС призывают и взрослых соблюдать элементарные правила безопасности на водоемах. Ведь кроме детей на образовавшийся лёд, как правило, торопятся выйти любители зимней рыбалки. Луиза Игазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Общественное движение «Русский характер» и Люберецкий спорткомитет продолжают активно пропагандировать здоровый образ жизни среди детей. Каждую среду они посещают школу-округа, где проводят открытые тренировки в рамках программы «Спорт в каждый двор». На этот раз повезло ученикам 14-й школы в Томилине. Они увидели силовое шоу. В спортивном зале 14-й школы шумно и весело. Дети с удовольствием выполняют упражнения и внимательно следят за происходящим. Ведь тренировку проводят настоящие спортсмены, представители движения «Русский характер». Эти дети мотивируются на любые виды силового экстрима, силового спорта, вообще любого спорта. Если им живое-то показывает что-то, они это видят, они зажигаются, у них что-то внутри переворачивается, они тоже хочут этим заниматься. То есть показал им обычные отжимания, но показал им это интересно и весело, им тоже хочется отжиматься. Главная изюминка открытого урока – это силовое шоу, где детям показали номера из книги рекордов Гиннесса. Надуть грелку, как воздушный шарик, скрутить строительный гвоздь или порвать одновременно две колоды карт – задачи, выполнить которые способны далеко не все. Самые смелые смогли в этом убедиться. Попробовал, тяжело, глаза разбегаются, тяжело, давление и не смог. Это было бы тоже научиться, так как ребята из русского характера. Там должны быть большие нагрузки, им надо много заниматься. Если была бы такая возможность представлена, я бы занимался. Важная цель программы «Спорт в каждый двор» – правильно воспитать детей, привить в них любовь к физкультуре и мотивировать тренироваться. Люберецкий спорткомитет совместно с движением «Русский характер» активно нацелен на это. И очень важно нам подать молодому поколению пример здорового образа жизни, поскольку вы сами знаете, что сейчас дети увлеклись гаджетами, компьютерами. Очень тяжело оттащить от телевизоров, от тех же самых гаджетов и просто привлечь к какой-то обычной домашней работе, а тем более к физическим упражнениям. Поэтому мы нацелены на то, чтобы показывая свои номера силовой и экстремальной программы, показать, что каждый может их выполнять. Только для этого необходимо приложить определенные усилия, усилия над собой прежде всего. Дети замечательно провели время, научились некоторым упражнениям, повеселились, играя в вышибалу, а также сфотографировались на память. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. День узбекской культуры отметили в Малаховке. Представители диаспоры приготовили настоящий праздник для жителей поселка. Это колоритная концертная программа, выставка картины, конечно, угощение национальным блюдом – пловом. Такие мероприятия проводятся для гармонизации межнациональных отношений и культурного просвещения граждан разных национальностей. Культура Узбекистана – одна из самых ярких и самобытных на Востоке. Это колоритная народная музыка, танцы, одежда, национальная кухня и, конечно, безграничное гостеприимство. Познакомить людей других национальностей со своей культурой решили представители узбекской диаспоры Люберецкого округа. Узбекская культура, как и многие другие культуры, несет с собой радость, много позитивных эмоций. И мы надеемся, что у наших гостей сегодня будет тоже такое же настроение, все будут в таком приподнятом настроении праздничном. Праздник начался с концертной программы, в которой особое место уделили национальным танцам, стихотворениям о родине и песням. В России насчитывается около 300 тысяч людей узбекской национальности. В Москве и Подмосковье ее представителями проводится большая работа по двум основным направлениям – продвижению узбекской культуры и адаптации иммигрантов. Главной задачей, которую ставит перед собой диаспора – не допускать размытия этнокультурных границ и построение отношений между нациями, основанных на взаимоуважении. Мы, российские узбеки, ощущаем себя прежде всего россиянами. Другое дело, что у нас есть национальная традиция, национальная культура, и многое из этого культурного наследия может быть интересно россиянам других национальностей. Ведь жизнь в многонациональном государстве – это постоянный процесс взаимодействия, взаимного обогащения. А показать и заинтересовать в этот день на самом деле было чем. Национальные узбекские костюмы приковывали к себе внимание своей уникальностью, цветовой гаммой и разнообразием тканей. Это наша национальная одежда для девушек, для женщин. Есть разные разновидности халатов. В основном одеваются это праздничные дни. Такие вещи действительно одеваются по великим праздникам в самом Узбекистане. И в очень-очень национальных традициях это все происходит. Я лично сама редко когда это одеваю, но только по таким вот дням культурной традиции Узбекистана в России. Поэтому мне очень приятно, мне очень нравится, я всех поздравляю. Помимо концертной программы, церемонии награждения, в фойе Центра Союз была расположена художественная выставка «Сказочный Восток», посвященная Узбекистану. Автор картин с помощью деталей и ярких красок переносил зрителей в загадочную и родную для него страну. После чего всех гостей праздника пригласили на дегустацию настоящего узбекского плова, приготовленного в больших казанах. На улице присутствующим предлагали на выбор попробовать национальные блюда с бараниной, говядиной, грибами и сухофруктами, от которого гости мероприятия остались в восторге. Очень вкусный, такой дома никогда не сделаешь, никогда. Я за свою жизнь долгую, у меня же много лет, я первый раз такой плов ем. То, как приготовлено здесь, это, по крайней мере, внешне, так же, как его готовят в Узбекистане. На вкус сейчас попробуем. Дальнейшее празднование Дня узбекской культуры продолжилось на улице. И пусть совсем немного, но в этот день гости праздника познакомились с узбекской культурой и ее национальными особенностями. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. В театре «Радуга» впервые показали спектакль тростевых кукол «Золушка». Премьера прошла в рамках партийного проекта «Единая Россия» – театры малых городов. Помимо Люберецкого, субсидии получили еще 13 театров из 12 муниципальных образований региона. «Радуга» существует с 2000 года, являясь единственным в своем роде театром в Люберецком округе. В рамках проекта «Театры малых городов» уже были поставлены два спектакля. «Новые приключения Буратино», «Вифлеемское чудо» и теперь заключительный из цикла постановка «Золушка». «Спектакль очень сложный, очень тяжело нам достался. У нас новые необыкновенные куклы. Это тростевые куклы. Это очень трудная работа. И мы работали напряженно. Все эти три спектакля, особенно последние. Но спектакль получился красивый, хороший». Красивые куклы, сказочные декорации. Казалось бы, все так просто. Но за кулисами в этот момент идет тяжелая, невидимая зрителю работа актеров. Стоять по несколько часов с поднятыми руками, озвучивая куклу и отыгрывая сцену за сценой. А все для того, чтобы юный зритель поверил в чудо. «Надо двигать головкой вот так вот. Так она разговаривает. Вот так ходит. Ручкой двигать. И, конечно, трости, чтобы жестикулировала кукла. Я очень люблю свою работу, несмотря на то, что есть свои трудности, как и в любой другой работе. Но это замечательно и интересная работа. Дарить радость детям, людям». Благодаря партийному проекту «Единой России» театр теперь имеет возможность принимать на спектаклях людей с ограниченными возможностями здоровья. Территория оснащена пандусами, информационными табличками для слабовидящих и специальными микрофонами для людей со слабым слухом. В Московской области на постановке примерных спектаклей театром в малых городах из федерального бюджета выделено около 47 миллионов рублей. «Деньги можно потратить на обновление спектакля. Также в будущем это можно будет и увеличение материально-технической базы, и техническо-технологического оборудования. Данный проект, я надеюсь, что он будет и в следующем году. Поэтому мы надеемся, что подключатся не только театр «Кукол Радугов Томилин», но и другие театры на территории округа». Реализация партийного проекта «Единой России» театра малых городов рассчитана до 2019 года. Главная его задача – следить за сохранностью и жизнеспособностью муниципальных театров малых городов. Мария Антонова, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Дед Мороз отметил свой день рождения. Главный волшебник страны принимал гостей в Томилинском центре культуры и семейного досуга. Также там прошел мастер-класс «Подарок для Деда Мороза». Юные гости рисовали открытки, загадывали желания и поздравляли именинника. Дедушка Мороз, пожалуй, самый любимый и необыкновенный герой. Главный символ Нового года и волшебства. 18 ноября он отмечает свой день рождения. И мы с ребятами готовим для него подарки. Поздравительные открытки в форме разноцветных шариков, колокольчиков и новогодних елок дети увлеченно стараются оформить как можно лучше. Параллельно гадают, а сколько же лет Деду Морозу на самом деле? 38. А я думаю 50. А я думаю 60. Когда открытки были уже готовы и настало время идти к Деду Морозу, дети отрепетировали поздравления. Сегодня единственный день, когда волшебник не дарит, а сам получает подарки. Дедушка Мороз был очень рад такому вниманию. Выслушал все поздравления и стихи, рассмотрел открытки и раздал детям сладости. Не обошлось без хоровода и всеми любимой новогодней песни. ПЕСНЯ 1 декабря пройдет торжественное открытие новогодней елки в Томилино. А в последних числах декабря театральная студия «Маски» при Центре культуры и семейного досуга устраивает традиционный новогодний уличный спектакль для детей и взрослых. В этом году это будет волшебный сундук. То есть там будут также разворачиваться события зла и добра. Ну понятно, что добро должно победить, а там кто его знает. До Нового года осталось чуть больше месяца. Готовиться к нему уже пора начинать. Даниил Михайлов, Андрей Скрипкин. Специально для телеканала ЛРТ. Свой творческий вечер для юных поэтов учеников Люберецкого лицея номер 4 провел член Союза художников России Виктор Марков. Больше известный как живописец, на этот раз он предстал еще как поэт, иллюстратор, а также автор стихотворений. И дня без строчки не может провести, признался Виктор Марков на своем творческом вечере школьникам. В этом зале не было случайных людей. Друзья Виктора Маркова, юные поэты и писатели, корреспонденты, которым интересно и важно перенять опыт профессионала. Встреча с учащимися лицея прошла в рамках проекта «Творческий диалог», на который лицеисты приглашают интересных людей. Ну, мы подумали, что Виктор Сергеевич будет очень интересен, потому что он работает в разных сферах жизни. Он и рисует, и пишет сам, и помогает обществу во всех его проявлениях, во всех сферах. Поводом организации «Творческого вечера» стал выход сборника стихотворений Виктора Маркова «От весны до осени». И это уже четвертая по счету книга писателя. Я даже, когда начинал, даже не мечтал, что у меня будут свои книжки, свои сборники. Начиналось 40 лет назад с публикации в районной газете первого стихотворения, а потом постепенно, постепенно. И я считаю, что творческий свой должен в постоянном росте находиться. И в планах у меня уже написан еще один сборник. Задача теперь его ставлю издать, выпустить пятую книжку, а потом избранные. Виктор Марков не только в себе совместил, казалось бы, два полярных направления в творчестве, живопись и литературу, но и продемонстрировал этот симбиоз в работе в качестве иллюстрации к книжным изданиям. О Викторе Маркове профессионали в этот вечер высказались и его друзья. Понимаете, это такое самобытное сочетание вот этих двух творческих его направлений в его жизни, в судьбе, что вот таких я не встречал. Так что я очень рад нашей дружбе с Марковым, которой уже, наверное, более 10 лет. Расти и преуспевать в том, что делаешь – вот, пожалуй, главный жизненный девиз художника и поэта Виктора Сергеевича Маркова. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 21 ноября отметили Всемирный день телевидения. Телевизор есть практически в каждом доме, а в некоторых и не один. Для многих он неотъемлемая часть жизни. Еще бы, ведь стоит только нажать кнопку, и перед вами открывается целый мир. Не выходя из дома, можно путешествовать, узнавать самые свежие новости, наблюдать за политическими или бытовыми дискуссиями. Телеканал ЛРТ очень много рассказывает вам о событиях и людях округа, показывает интересные программы и фильмы. А в честь Всемирного дня телевидения мы решили рассказать вам о нас самих, о команде телеканала. Так, девчонки, там рейд с Видушевой, на Номализанском шоссе, нужно с тут кто-нибудь поехал. Вы, если ты уезжаешь, то уезжаешь. Да, я не могу, не надеюсь, что уезжать, когда я его буду. Это редакция телеканала ЛРТ. Место креатива творческих начал и смелых идей. Здесь рождаются темы для эфира, пишутся новости и обрабатываются тексты. Как у любого новостного канала у нас есть официоз, поэтому данные темы распределяются среди всех корреспондентов. Но так как все здесь люди творческие, поэтому у каждого из корреспондентов есть карт-беланш на выбор любой полюбившейся им тематики. Журналисты в редакции канала, безусловно, люди творческие. А творчество, как известно, птица ветреная, может и улететь. И потом у каждого из нас бывает плохое настроение, неважное самочувствие или просто банальная усталость. Мне кажется, творческое голодание, кризис возникает у всех практически ближе к вечеру. В таком случае надо срочно вызвать второе дыхание. Мне помогает в прямом смысле слова глоток свежего воздуха, ну или просто тему сюжета обсудить с коллегами. Неважно. Вот обсудишь и сразу приходит какая-то яркая мысль. За содержание сюжета отвечает корреспондент. Но без оператора на съемочной площадке ему пришлось бы непросто. Ведь именно оператор видит картинку, настраивает цвет, выстраивает композицию и подбирает наиболее удачный план. На мой взгляд, оператор – это самый главный боец нашего невидимого телевизионного фронта, потому что он является посредником между реальным миром и тем, что зритель увидит в телевизоре у себя. И по-хорошему, конечно, оператор должен снимать так, что если у вас сломается телевизор и пропадет на нем звук, то вы спокойно досмотрите новости и все равно вам все будет понятно. В процессе работы съемочной группе приходится сталкиваться с людьми разных профессий, социальных статусов и возрастов. Особая категория, безусловно, дети. С ними работать одновременно и весело, и трудно. Есть одна особенность – надо очень осторожно с ними вести съемку по-домашнему, чтобы он тебя воспринял как какого-то близкого человека и доверял во время съемок. Доверие – вообще очень важная составляющая процесса. Порой ведущему приходится перевоплощаться в психолога, чтобы разговаривать гостя, снять напряжение и настроить беседу на непринужденный лад. Представить, что камеры нет, хотя, наверное, не просто будет под прицелом камеры. Мы уже представили. Хорошо. Все будет хорошо, не переживайте. Люди, бывает, волнуются и приходится не то, чтобы их как-то раскручивать на разговор, а как-то, знаете, с душой, что ли, подходить, самой как-то открываться, подаваться навстречу, какие-то истории рассказывать. Порой приходится делать по три, по четыре дубля. Ну что, такая работа. Телевизионщиков хлебом не корми, дай что-нибудь поснимать. С таким подходом материала порой получается очень много. И тут в дело вступают монтажеры. Ловкие пальцы, прагматичный ум, умение видеть проект целиком и без жалости убирать лишнее помогают этим людям создавать поистине талантливые телевизионные продукты. Бывает так, что наснимают на три часа съемки, а из этого нужно сделать всего лишь 10 минут. Вот мы сидим, отсматриваем, выбираем лучшие кадры. Принято, наверное, говорить, что профессиональный монтаж спасет самые плохие съемки. Пройдя все этапы, от идеи до монтажа, телевизионный продукт, что называется, готов к употреблению, то есть к выходу в эфир. Из монтажного отдела к нам поступает готовый контент, из которого мы формируем плейлисты и в течение дня их редактируем. Плейлисты у нас состоят из контента самого рекламных блоков, которые чередуются между собой. Совсем скоро телеканал ЛРТ запускает новости в прямом эфире. Это потребует слаженной работы всех членов команды. Ведь за картинкой, которую вы видите на экране, стоит много людей, и труд каждого из них неоценим. Мария Лапчева, Сергей Гвоздев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно следующее, узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Подписывайтесь. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова